Здравствуйте! Добро пожаловать в литературную гостиницу. Напоминаю, что наш подкаст выходит под эгидой Петербургской книжной ярмарки «Топекайник Русской», которая работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 6 вечера, по адресу Проспекта Буховской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Язаровского. Сегодня у нас в гостях петербургская писательница, публицист, литературный критик Елена Хаецкая. Под собственным именем и под псевдонимами Мэделайн Симмонс, Дарья Иволгина, Дуглас Брайан и другими Хаецкая выпустила около 100 книг. Читателям могут быть знакомы ее романы «Меч и радуга», «Анахрон», «Вилонские хроники», «Бертрана Зламбедока», «Космическая тетушка», «Падение Софии», «Циклы повестей», «Мракобес», «Стролли в городе», «Записок Корнета Ливанова» и другие произведения. Кроме того, на сайте онлайн-журнала «Петербург» регулярно появляются рецензии Елены Владимировны на книжные новинки. Здравствуйте, Лена! Рад приветствовать вас в нашей литературной гостиной. Скажите, пожалуйста, вот секрет вашей творческой плодовительности. С 1993 года, если судить по библиографии, вы успели выпустить около 100, а может быть даже и больше книжек. При этом вы как-то совмещаете это с обязанностями жены, матери, домохозяйки и так далее. Но еще сюжет пишите, рецензии публикуете. Каким образом вам удается организовать свой творческий день? Ну, 24 часа – это все-таки маловато. У вас тут 6 часов. На самом деле, я думаю, что слухи от моей творческой плодовительности немножко преувеличены. Влегли там целых 100 там. Да, действительно, около 100 книжек, включая анализации, включая нажаворские проекты, включая сборники рассказов, ну и включая, конечно, переиздания. Что касается рабочего дня, я приписываю то, что я много успеваю, тому факту, что я жаворонок. Жаворонки, в принципе, по моим наблюдениям, успевают сделать больше, чем солны, потому что они даже больше работают. У них меньше времени уходит на подготовку. Жаворонок – это даже не тот человек, который рано просыпается, а тот, который проснулся и через 15 минут уже готов работать. Ему не надо долго пить кофе, курить, очистить карандаши, смотреть в окно, обязательно там сделать пробежку. Вот он встал, налил себе кофе, сел на стол и может работать. Ну, это вот мне так кажется. Главное, что нужно делать каждый день, нужно работать каждый день. То есть, если ты что-то делаешь, то ты делаешь. Делаешь только это. Встаешь и делаешь. Первый раз я обнаружила, как много может человек сделать, когда стала писать второй роман «Заболеватели». Я писала в день по 5 страниц. И неожиданно, к собственному удивлению, обновлено, что за 3 месяца я написала дам ему эту уступничку. А в детстве мне казалось, что написать эту уступничку – это невозможно совершенно. Даже если взять, скажем, трех мушкетеров и переписывать их от руки в тетрадь, то это займет очень много времени. Оказалось, нет. Вот если ты каждый день, поскольку это делаешь, то у тебя где-то месяца за 3 весь огонь быстренько так вот прорабатывается. Большим плюсом в своей жизни я считаю то, что мне не надо каждый день ездить на работу. То есть, мне не надо каждый день тратить вот эти 2-3 часа в общественном транспорте. Вот это огромный выигрыш во времени. Это просто гигантский. Плюс мне не надо ходить в детский сад, потому что, соответственно, ребенок дома. Вот это тоже очень большой выигрыш во времени. Вот. Поэтому, в общем, если я работаю в день 5-6 часов, а это так, я успеваю сделать столько, сколько людей, вот, входящие в офис, успевают где-то за 10, учитывая дорогу со всеми пробками и прочими неприятностями. Ну, то есть, я встаю вместе с ребенком, который идет в школу, боюсь, и в офис сажусь работать, где-то часа в 2 я работаю, заканчиваю, и дальше я занимаюсь не тем, что называется, ромашнее контакт. Вот. Таким образом можно работать очень много. Елена, вот, при всей вашей плодовитости, при всем огромном количестве книг, многие ваши романы до сих пор не изданы и изданы какими-то чисто ознакомительными тиражами, очень небольшими. Так, например, «Падение Софии», вышедшая в издательстве «Шеку» в Луганске, тиражом всего тысячи экземпляров. Другие ваши книги, вышедшие в крупных издательствах, регулярно появляются в стоках. Вас не огорчает такая ситуация, вы не серчаете на читателя, у вас не опускаются руки от вот такой работы в стол? Ну, что касается работы в стол, то в условиях существования интернета, мне кажется, это уже ушло давно в прошлое. Если мне надо что-то опубликовать, я это просто вывешиваю у себя в журнале, там, сколько человек читает, и мне все это просто прочитают. Что касается слива, я, например, очень люблю, когда мои книжки появляются в книгамаге. Это значит, что я могу повесить объявление. Дорогие читатели, вы, наконец-то, сможете купить космическую тетушку, которую издали на замечательной туалетной бумаге, не за 200 рублей, а за 50, а даже за 30. Дорогие читатели, вы где-то не за 5 сметан. Потому что ситуация обычно выглядит так, книжка стоит где-то, а люди пишут мне письма, что Лена, я живу в Новосибирске, твоих книг у нас нет, что мне делать, и так далее. Тогда вот я, например, могу сыграть Деда Мороза, то есть пойти в стол, купить там за 30 рублей, вот сейчас, кстати, была книга Мария, там ничего нет. Это даже как-то и обидно, я привыкла, что там стоит что-нибудь из того вот громадья, который я написала, что-нибудь всегда стоит, можно там прикупить и потом кому-нибудь подарить. Сейчас вот уже чего-то и нету. Вот, поэтому нет, меня на читателей как раз зло не берет. Я помню, как народ, например, бегала из скала на Хрон, а в одном магазинчике на Петроградской, самая на Хрон стояла в количестве двух экземпляров на очень верхней полке, задвинутой в какой-то дальний-дальний угол, вот. Вот, и я людям пыталась объяснить, где это, а потом просто пошла сама купила. Вот, поэтому нет, нет абсолютно, наоборот, какой может быть зло на читателей. У меня зло немножко на других людей. А на кого же тогда? Я даже думаю, что это не издатели. Я думаю, что это те люди, которые определяют политику вообще продаж. Ну, как бы я считаю, что писатель, в принципе, должен писать, да, как там у вас кто-то говорит. Писатель пописывает, читатель почитывает. Вот издатель издает, торговец продает, а когда пирожки ваят с сапожник, то начинаются какие-то вот странности. Поэтому писатель, он же не может там ходить и говорить, что сделаете мне другую обложку. Мне не нравятся обложки, например, вообще не нравятся. То есть вот то, что делают вот на обложках, мне не нравится в принципе. Два раза в моей жизни со мной согласовывали обложки. И оба раза эти обложки в последний момент заменяли на такое, что лучше бы не согласовывали. Ну, зачем, да? Мне не нравится, как книжки стоят на полках. Вот я прихожу, положу, у меня читатель, да, я прихожу, я же не только писатель, у меня еще читатель. Вот я прихожу в книжный магазин, и там стоит какая-то вот длинная-длинная серия совершенно одинаковых книг, на которых на обложках у всех золотыми буквами в виде там кровавой молнии, там что-то написано. Внизу там где-то фамилия автора, который мне неизвестен, и нарисован какой-нибудь оскаленный человек с автоматом. И вот эта серия. Я даже не понимаю, с чего это начинается, как это читать. Я теряюсь, как читатель. То же самое вот происходит и с моими книгами. Ну, куда я их пихнусь? На какую полку? Эпоку фэнтези. То же самое происходит и когда их пытаются издать, в какую серию их пристроить. Они иногда вписываются в серию, иногда не вписываются. То есть мне кажется, что то, что я пишу, оно постепенно уваливается из мейнстрима издательского бизнеса. Не знаю, можно так сказать. То есть то, что востребовано по мнению каких-то непонятных мне людей сейчас, и то, что пишу и читаю я, это две большие разницы. И чем дальше, тем меньше они между собой сочетаются. В своих произведениях вы неоднократно обращались к наследию Михаила Юрьевича Лермонтова. В записках Кармита Ливанова, в «Падении Софии», и, разумеется, в романе «Мишель». Ну и кроме того, безусловно, в биографии Михаила Юрьевича, которая сейчас недавно вышла в издательстве «Вече». Скажите, почему из всех классиков 19 века у вас интерес особенно острый именно к творчеству Лермонтова? На самом деле это некая иллюзия, потому что записки Ливанова, они создавались как современную версию о повести Белкина. Просто наличие там гусаров вызвало у критики такое представление, что речь идет о каких-то лермонтовских аллюзиях. Вот, поэтому решили, что я такой вот лермонтофин. Вот, «Мишель» был написан из чистого озорства. Мы тогда читали книжку «Лермонтов в жизни» и неожиданно обнаружили, что участники дуэли между собой все, ну просто откровенно, или будут, или путаются. И стало очень забавно. Мы выдавали такую версию, что Лермонтова было два, вот, и написали. Интересно, что ни один серьезный лермонтовед еще не вызвал Лермонтова. У меня вдоль за такое еретическое и совершенно невероятное предположение. То есть все поняли, что была некая литературная игра. Основная цель которой была, несомненно, обратить читающую публику, хотя бы немножко вызвать память творчества Лермонтова, вообще классику, чтобы человек вернулся назад и не перечитал героя нашего времени, которого там со школьных времен он не читал, не любил. И тогда, может быть, там, наша цель была бы каким-то образом достигнута. Но наша, потому что я этот роман обсуждала со своим мужем очень много. Мы с ним вдвоем это следствие производили по делу Адумия Лермонтова. Но после этого биография Лермонтова, репутация Лермонтова за мной укрепилась просто совершенно железным образом. Никаким Лермонтовым, например, в «Падении Софии» не пахнет. Это просто тот же самый, как бы, псевдо-19 век в реале, там, 24 века, условно говоря. Какой там Лермонтов, там нет никакого Лермонтова. И там есть «Мой дядя, самый честный к правилу, когда не шутку за ним мог» и все остальное. Там очень много, наоборот, из Пушкина, ни из какого не из Лермонтова. Тем не менее, вы знали эти вещи, решили, что раз я такой дядя Лермонтова, надо мне поручить написать биографию Лермонтова. А я очень обрадовалась, потому что я очень люблю сидеть и писать сочинения. Я взяла полное собрание сочинений Лермонтова, взяла книжку, которую написал священник из нашего храма, отец Местор. И с удовольствием прочитала, значит, это все, сопоставив, на свой взгляд, со взглядом Месорестера, как же без этого, я написала целую кучу замечательных сочинений. Разбор не только там «Героя нашего времени», «Демона» и «Цири», но и пьес ранних вермонтовских испанцев с огромным удовольствием прочитала и называла. Получилась такая большая толстая книгиография Лермонтова, в которой, значит, перечислены факты, но, по сути, я не вермонтовед, я ничего нового там не открыла. Вот. И там же находятся такие вот мои рассуждения, сочинения на тему Лермонтова. Теперь, значит, очевидно, я осталась в памяти потомков, как вермонтовед начала 21 века. Вы работали в разных жанрах, в детективном, биографическом, как-то даже написали книгу о угадании на картах Таро. Вот, тем не менее, вас тянет больше всего к фэнтези, к фантастике. Скажите, в чем тут дело? Ну, во-первых, я не люблю фантастику. Вот с этого начнем. Я очень долго могу рассказывать, за что я не люблю. Вот. В детстве для меня фантастическая книга представляла собой продолжение урока физики по большим портретам Ленина. То есть, давайте все полетим на Марс, что мы там коммунизм. Вот. По этой причине отвращение к этому жанру вообще во мне укрепилось и удержалось. У нас первый раз фантастику с человеческим лицом, когда я прочитала «Хайлайн. Опасники вселенной», там были мутанты. Там был некий элемент фэнтези, который мне очень понравился. Впоследствии, когда в нашу страну пришла фэнтези, в виде коммана для начала, для меня тогда, вот, я поняла, что вот она свобода. Можно снять портрет Ленина, не лететь на Марс и не строить там коммунизм. У меня это было просто, как бы, свобода от синхрофазотрона навсегда. Поэтому фантастики, как таковой, в моих, в моем творческом чемодане нет. Отсутствует. Фэнтези там, да, есть. Но вот если взять общий объем того, что я написала, если исключить из этого, так называемые, межавторские проекты, то есть «Коннаны», «Боярская сотня», еще чего-то я там писала по компьютерным играм. То есть это проекты, которые не являются, собственно, моими, не те, которые зародились в обувине моей темной таинственной душе, а которые, значит, были мне предложены со стороны какими-то моими знакомыми, друзьями, просто издателями в поисках автора. То обнаружится, что, собственно, фэнтези, о том, что я писала, довольно мало. Это, вот, ну, меч и рад, образовыватель, это ранее вещи. И за синий рекорд в 2000-м году я писала, в 2001-м. А больше вот такой вот в чистом виде фэнтези я, в общем-то, особо-то и не писала. Дело в том, что кроме научной фантастики я не люблю реализма. Вот, я очень люблю то, что было, печаталось когда-то, вот, в пору моего удушливого детства, которое пришлось на начало, на конец 70-х, начало 80-х, печаталось в журнале «Юность», и было обязательно для прочтения с советскими школьниками. Ну, там, типа, «Повесть вам и не снилось», еще какие-то кошмарные произведения, о том, как все удушливо, тоскливо, вот, как душат, свободу душат, вот, в детях, в людях, вот, как безнадежно, подробно, и в деталях страдают советские люди, вот, в этом маленьком, разложенном, на маленькие-маленькие кусочки матери. Вот, реализм с тех пор, ну, не ненавистен, еще больше, чем «Симферах и затронут». Например, весь лангедокский цикл, он задумывался не как фэнтезией, а он задумывался как исторически, но, по сути, у издательства, которое его брало, печатало серию «Заклятые миры», им понадобились какие-то фэнтезиевые элементы. Ну, мужик сказал, мужик сделал, надо фэнтезиевые элементы, вставим его на монстра. Вот, а изначально эта вещь была вообще без монстра. Поэтому я не могу так сказать, что я вот все время пишу фэнтези и фэнтези, тем более я не пишу фантастику. И, кстати, издатели это тоже очень хорошо понимают. Я помню замечательный эпизод, когда я принесла записки Корнея Талиманова в один журнал, откуда мне пришел замечательный отказ. Он был сформулирован предельно четко. Там было сказано, мне бы лучше про ракету. Поскольку я про ракету не пишу, я пишу про людей, то, соответственно, я могу сказать, что я пишу научную фантастику. Елена, вы неоднократно работали в разного рода издательских межавторских сериалах, начиная от Конана и секретных материалов до Берсерка. Скажите, как вам кажется, не убивает ли такая работа стима? Ну, это как Этюды Черни. Вот когда человек хочет сыграть на пианино, он играет Этюды Черни. Они такие довольно скучненькие, просто и финальный разрабатывают пальчики. Когда человек становится серьезным пианистом, но более любимым, серьезным, но уже переходит там, не знаю, к Шопену, к простым вещам Шопена, да, играть вальсы Грибоветовым, он может скучновато играть Этюды Черни, но он может вернуться назад и сыграть эти самые Этюды, показать, как они играются. Но если человек считает, что вся музыка – это Этюды Черни, то есть вся музыка – это межавторские проекты, которые пишутся по определенному клише, там должны быть определенные совершенно заданные параметры, определенный стиль, определенный язык. Потому что чем межавторский проект характерен в первую очередь? Он не должен обманывать читательские ожидания. Если читатель видит, что на книге написано «Коном», то там должны быть проконаны. Там не должно быть про тонкую ранимую душу юно-прекрасную воительница, которая не то вампир, не то льфийка, плод противоестественной страсти. Да, это все должно быть проконаны. И стиль должен быть соответствующий. «Могучий варвар выхватил свой меч, иначе никак». Вот если человек все после этого начинает писать в стиле «Могучий варвар выхватил свой меч», то это, конечно, порча стиля. Если у человека отношения со стилем уже сложились, он может, в принципе, сыграть все, что угодно. Он может и тюдик «Черн» сломать, и будет неплохо. Но тут весь вопрос в том, кем ты стал. Насколько ты владеешь и внесен. Недавно в издательстве «Олма» начал выходить ваш цикл «Турагентство тролля». Скажите, пожалуйста, как появился замысел этого цикла и насколько взаимосвязаны книги, которые в него входят? «Турагентство тролля» — это, на самом деле, не столько цикл, сколько один большой роман. Как большой любитель фэнтези, я, естественно, люблю романы и папеи с продолжением, чтобы было длинно, чтобы засел на дачу даже в его дне, наделался бутербродов, кофе в терминте стишь и читаешь, читаешь, читаешь. Мне так нравится. Я и сама такую читать люблю, и, соответственно, и писать такое люблю. Я не помню, как это придумалось, честно говоря. Просто, ну, иногда хочется как бы из реальности один попасть в реальность два. Вот если было такое турагентство, кто бы у вас был, ну, как обычно это все придумывается. А дальше пошло-поехало. Во всех книжках такого рода, где два мира — наша реальность и фэнтезийную, обычно возникает конфликт между нашей реальностью и фэнтезией. В какой-то момент писателю становится интереснее писать про что-то, про эту реальность или про ту. Вот это была самая главная такая творческая задача, чтобы писать про одну из реальностей было так же интересно, как и про другую, потому что иначе книжка провиснет. Но чем дальше, тем больше она возвращалась все-таки сюда, в Петербург, где живет вот этот тролль, туроператор. Первые три тома уже вышли. Четвертый том, как мне сказали, внесен на осень. На пятый том договора еще нет. И, вероятно, его и не будет. Хотя, не знаю, может быть, и будет. Может быть, все как раз развиднеется, тучки разойдутся и выйдет и пятая книжка. Тогда весь рамка слепо найдет до читателя в бумажном виде. Если этого не произойдет, он найдет для них электронный виде. То есть, у меня нет такого, что я работаю и меня никто не видит. У меня в детстве была подруга, я уже в детстве писала, вот. Она мне говорила, да, Гаван Ивановна, ты у нас видный писатель, только вот кто тебя видел? Вот. Но это было давно. Сейчас, в общем, с этим проблем нет никого. Лена, вот посетители нашего сайта интересуются, что вам самой больше всего нравится, что мы более дорого из вами написанного и насколько это совпало с уровнем читательского интереса? Для кого-то из читателей вещь может быть проходной, необязательной. Это там на ухоицке люблю, это на ухоицке терпеть не могу, но я к этому привыкла, это совершенно нормально. Но все книжки, которые я написала, они все были для меня на каком-то этапе необходимы. Поэтому не трудно сказать, нет, нет такого вот, к чему бы я относилась с особенной теплотой. Я могу вообще не любить практически все, что я написала, просто такое настроение. Но это как бы уже не касается ни меня, ни моих книг. Они уже написаны, они уже куда-то ушли от меня далеко. Обычно больше всего я люблю последнюю книжку, которую я сейчас написала, потому что она мне сейчас нужна. А то, что было написано раньше, вот такого нет, что «Ах, вот бы мне повторить успех, там, такого-то романа!» «Ах, вот бы мне вернуться назад!» У меня не получается, у меня даже продолжение написать не получается. написала, написала и все. Написала и исполняла. Еще один вопрос читателей посетителей нашего сайта. «Есть ли у халецкой хозяйки какое-то фирменное блюдо?» У меня есть несколько фирменных блюд. Могу рассказать, могу написать в своем блоге. Дело в том, что во времена, когда я была девочкой, кухонь у нас вот, было три, да, у нас была русская кухня, украинская кухня, грузинская кухня, да, шашлыки, борщи, условно говоря, и водочка с солеными грибами. И неожиданно появилась вот эта замечательная книга «Рецепты французской кухни». Она 66-го года издание, кстати. И по ней, вот по этой книге, можно было готовить, и получалось все. Там, правда, были какие-то странные приправы, типа кардамон, там, но это можно было не класть, можно не кинулась, петрушку. Вот, и то блюдо, которое я готовлю, оно как раз из рецептов французской кухни. Это курица, тушеная с обжаренной ветчиной, с большим количеством пряностей, с двумя стаканами сухого вина, и в качестве гарнира подается лис. Это блюдо, которое делала моя мама по книге «Рецепты французской кухни», и оно у нас в семье считается первыми. Лена, вы не только писатель, но и внимательный читатель, еще и рецензент. Что вы новенького прочитали в последнее время, к чему возвращаетесь, что перечитывать, вот интересуются посетители нашего сайта? Я читаю очень много, я мокрец. Когда книги кончаются, я хожу на помойку и там шарюсь. Иногда, в общем, удается что-нибудь старыть. Я тут нарыла книгу, например, Галина Николаева «Жатва». Это луриат «Сталинская премия» 1950 года. Изуми пилит фантазий роман про такой фантазийный колхоз, там такая любовь, там такие отношения высокие. Там чисто фантазийный прием. Он считался мертвым, она уже там в наладенной жизни. Вдруг он как бы возвращается, воскрес. А тут она, а тут он, а тут они, а тут колхоз. Ну, совершенно замечательная книга. Я очень рада, что я ее с вами прочитала. Ну, просто супер. А вообще я читаю очень много. Последнее. Я прочитала сборник «Эдный пруг», который написал «Горбатую гору». Ну, вот этот был знаменитый фильм, снят по ней. И я поняла, что это очень хороший, большой писатель. Я читала сборник ее рассказов, ужасно понравилось. Я перечитала совсем недавно, я перечитывала «Фиесту» хамилевые. Я очень люблю старые книги, я очень люблю старые переводы. Мне очень нравится взять в руки книгу с историей. Мне очень нравятся тома, которые были в моей жизни вот еще в детстве. Книжка там, которая принадлежала маме, например. Я ее открываю, у меня сразу очень много воспоминаний связано с ней, каких-то моих личностей. Я перечитываю Диккенса. Современные книжки, которые вот я сейчас вижу в магазинах, они не вызывают желание покупать и читать. Очень редко попадается что-то по-настоящему хорошее. Но я могу назвать издательство, которое, условно говоря, еще ни разу не подсунуло. Не лажу, это вайлбукс. Вот, если что-то выходит, и мне удается это раздобыть, сейчас книжки стали дорогие, я буду почитать у друзей. Это, как правило, очень хорошая книжка современная. Над которым есть, в общем, где подумать. Все остальные могут понравиться, могут не понравиться. Могут прийтись повыше, а могут не прийтись. Здесь уже как-то я не рискую браться. Беру друг друга. Итак, сегодня был в эфире второй выпуск нашей литературной гостиной, которая, напоминаю, выходит под эгидой Петербургской книжной ярмарки, расположенной по адресу проспекта Буховской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Елизаровского. Приезжайте на нашу ярмарку, здесь вы найдете книгу Беллины Хаецкой и других замечательных, известных писателей. До новых встреч! Заходите на наш сайт, задавайте вопросы нашим авторам. Увидимся через месяц. Субтитры создавал DimaTorzok Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.